Об акциях и кризисе правоохранительной системы говорили сегодня и в парламенте. Депутатов в сессионном зале не было месяц. И вот после затянувшихся каникул нардепы, наконец, взялись за работу. Решали, чем займутся в ближайшие две недели. Смогут ли наверстать упущенное, да и вообще, готовы ли к работе, наблюдала сегодня и я. Перерыв длиной в месяц, а работать без перерыва всего две недели. Как за это время и упущенное на верстате новое рассмотреть, решают на согласительном совете. Спикер привык мыслить блоками. В втором, в другом блоке, это будет вопрос информатизации. В середине тоже блок вопросов, которые мы не встыгли разъявлять в предыдущем. Это вопрос по защиту прав детей. И в четверг, первым блоком, это блок аграрной политики. А депутаты привыкли мыслить политическими требованиями, но, уверяют, не корости ради. Так в одной фракции восклицают, что будет с пенсиями, в другой сокрушаются, как землю продавать. Но всех интересует, когда же хоть что-то появится в зале. Как сказал один коллега из БПП, гектар земли сегодня вартует столько, сколько вартует этот айфон. Конечно, это не рынковая цена. Они мечтают купить украинскую землю за один айфон за гектар, а потом продавать ее по реальных рынковых ценах международным сельско-господарским конгломератам. Это единственная мета этой операции. С точки зрения пенсионной реформы, уряд не имеет никакого способа повышать пенсионный век. И все вопросы, которые касаются пенсионной реформы, будут обговориться и с парламентом, и в парламенте. Это именно касается рынка земли. У нас нет никакого способа провести рынок земли в супереч интересах селян и фермеров. Я хочу наголосить на то, что финальное слово по всех этих вопросах за украинским парламентом. В ближайшее время премьер-министр сделает соответствующие сообщения на эти важные темы. Пошерстить ряды требует Народный фронт, но не свои, а радикалов. Хоть и бывших настаивает немедленно лишить Артеменко мандата. Радикалы же красноречиво промолчали. А вот когда нардепам выпадет возможность оценить работу МВД, вопрос с открытой датой. Хотя он назрел, считают депутаты уже давно. Після святкувания 9 травня Дня Перемоги, а на улице в Украине вышло больше миллиона людей святкувати цю подію, значную подію для нашей страны, начался политический цикл сциск на нашу силу, спаление офисов в Дніпре и в области, побитие керевника опозиционного блока в Чернівцях. Тенденційно, с нашей точки зрения, расследование событий и суток, которые произошли в Дніпре, мы видим четкое намагание сделать винными нашу политическую силу. Если бы с такой инициативой расследовалось расстрел правоохранителей в Княжичах, когда погибло 5 людей, 5 правоохранителей, убийства четырех нацгвардейцев перед Верховной Радой, все резонансные убийства, которые произошли в центре Киева, если бы такая инициатива была с боку национальной политики, то, наверное, все эти резонансные события, все эти резонансные трагедии были бы расследованы. Но, не жаль, без упор сейчас, где на борьбу с нашей политической силой. Мы смотрим недобру речь – кризу правоохранительной системы, что очень небезопасно. Протягом прошлых недель мы увидели парад отмога Интерпола переследовать тех, кто пограбил страну. Правоохранительная система использует так называемых «тятушек» против мирных жителей и граждан страны, которые борются за свои права. Очень скорая реакция МВС о порушении прав людей в Днепре, потому что боятся ветеранов. Но мы не слышим резких реакций и резких заявок и действий о выступлении против людей в Полтаве. Хотелось бы нардепам услышать и увидеть самого главы МВД, но тот традиционно игнорирует министерские посещения Рады. А пока же парламентарии ждут в гости генпрокурора, прийти которого настойчиво просит Блок Порошенко. Конечно, ключевым в поверненні грошей Януковича была работа генеральной прокуратуры. И вы знаете, мне очень интересно смотреть, как одновременно с этим успехом начинается купа, практически навала, звинувачений по тем или иным моментам на генеральную прокуратуру, на генеральную прокуратуру. Фракция Блоку Петра Порошенко высловила пропозицию запросить генерального прокурора Украины Юрия Виталиевича Луценко до парламента, с тем, чтобы почути, что конкретно сделано за рейхом. Скорее всего, генпрокурор придет на следующей неделе, а на это отчеты, если и будут, так только запланированные во время пятничного целого часа вопросов к правительству. Екатерина Лысенко, Геннадий Никенко, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер.